Экономика Что это значит? Банк Кризис в недавнем отчете написал о том, что Германия платила за российский газ 20 миллиардов евро, а эта энергия, которую она получала из этого газа, это сырье, давала ей прибавочную стоимость в 2 триллиона евро. Соответственно, разница в 100 раз. И они пишут, что такого плеча не было ни у одного банка, ни у одного финансового спекулянта. То есть Германия обязана была своим ростом, своим благосостоянием, своим положением лидера Евросоюза как раз дешевыми энергоресурсами. И вот все. Все заканчивается. Эпоха дешевых энергоресурсов подошла к концу. Да, все подошло к концу. И то же самое Кризис пишет, что был раньше два таких тандема, которые и держали на плаву всю мировую экономику. Ту мировую экономику, которая была построена после падения Советского Союза. Это химерика, лечимерика, то есть чайная Америка, то есть Китай и Америка, крупнейший потребительский рынок и финансовый центр и всемирная фабрика. А также Йоу-Раша, то есть Европа и Россия. Европа, то есть тоже огромный производящий кластер мировой экономики. И Россия как сривый придаток, по сути. Вот все заканчивается, все заканчивается. Как в песне было и прошло. И что остается? Остается еще чуть-чуть газотранспортная система Украины, ну и турецкие потоки. Соответственно, главный бенефицар всего этого становится Турция. То есть у Германии был шанс стать главным газовым хабом Европы. Если бы и Ямал, и Северный поток-1, и Северный поток-2, ну и отчасти и газотранспортная система Украины, все шло туда бы. Но политика оказалась сильнее. И вообще, когда мы говорим об экономике, надо помнить, что экономика – это здравый смысл прежде всего. То есть если здравого смысла нет, это уже не экономика. Это уже политика, это уже идеология, это уже все что угодно. И мы видим просто, как Германия, утратив последние остатки суверенитета, теперь теряет свою промышленность. Вот что это означает. Что это означает для нас? То же самое Бумберг пишет, что Россия может спокойно пережить целый год, не поставляя в Европу вообще ничего. Ускоренность строительства силы Сибири-3, ну и Ямал-СПГ. При новых ценах на нефть особые доходы России не сократит. Потолок цен на российский газ выглядит смешно с точки зрения рынка и нереализуем. То есть это какая-то фантазия, об этом также говорят и британские, и американские аналитики. То есть это нереализуемо. Всегда найдутся страны-посредники, которые будут смешивать российскую нефть и какую-то еще. И всегда найдутся те, кто будет поставлять российские нефтепродукты. Потому что мы видим, как резко растет спрос на тот же мазут. То есть то, что казалось бы таким бросовым продуктом нефтепереработки. Сейчас, когда резко выросла цена на газ, цена на уголь и идет энергокризис, мазут оказался остревован. Вот я смотрю, тут Германия отреагировала. Там призвали к экономии из-за остановки Северного потока. Заявили о важности экономии СПГ из-за остановки Северного потока. Это заявление Клаусу Мюллера, главы Федерального сетевого агентства. Ну, прекрасно, да. Они уже закрывают производство. Достаточно много закрывается. Закрывается химическая промышленность. Очень сильно страдает металлургия, страдает энергетика. И сейчас Еврокомиссия и отдельные страны рассматривают такой вариант в худших традициях в соцлагере. Просто фиксировать цены на электричество, просто их датировать. То, что это вылится в инфляцию, уже никого не волнует. Потому что инфляция в некоторых странах Евросоюза уже дозначная. И будет дальше. Ну, как бы сгорел сарай, горе их от КГ. Но вы знаете, есть способы, например, сэкономить серьезно. Уходящий премьер Борис Джонсон, я про Великобританию, посоветовал британцам потратить 20 фунтов на новый электрический чайник, чтобы сэкономить в год на электричество на 10 фунтов. Подождите, вот когда мы нагреваем какой-то объем воды в чайнике, какая разница, новый чайник или быстрый? Я не знаю, я не Борис Джонсон. Если у вас есть теплоемкость определенного количества воды, того же литра воды, вы как ни стараетесь, но вы обедно... Может, у него контракт с электрочайниками, например, уходящий? Да, ну, возможно, да. Может быть, там этот электрочайник еще там с помощью электромагнитной индуции как-то нагревает. Может быть, он на дровах, мы с вами этого не знаем. Да, 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 называется самовар, помните? Там смеркалось, на столе в листах стоял пузатый самовар, китайский чайник нагревая, под ним строил все легкий пар, разлитый Ольга нарукою по чашкам темной струей уже душистый чай бежал, и мальчик сливки подавал. Вот как красиво писал Александр Сергеевич Пушкин, вот им придется, видимо, самовар. Тем более, что книги, они уже готовы перерабатывать брикеты для отопления. Ну, сжигать книги — это их хорошая традиция. А их английские коллеги, вот я видел в журнале «Экономист», вообще придумали такое новое слово «ревайлдинг». Вайлдинг — это одичание, ревайлдинг — это переодичание, переозверение. То есть мы... Это что-то новенькое. К токам туда, вот к этому... То есть это к одичалам, которые за стеной, да? Да-да-да, вот у них будет холодно, они будут не мыться, у них будет все достаточно. Ну, знаете, как быстро спадает налет цивилизации? Потому что вот сколько мы говорили о том, что уровень развития цивилизации, уровень комфорта людей, жизни людей, зависит целиком и полностью от количества доступной энергии. Если у вас нет энергии, если она недоступна, если вы сделали энергию недоступной, то, соответственно, приготовьтесь, что либо миллионы людей в Европе просто будут лишние, либо приготовьтесь жить как в странах третьего мира, над которыми вы так высокомерно там смотрели, издевались и использовали их рабочую силу. Потому что что мы видим? Что заканчивается вот эта вот эпоха неоколониализма, которая продолжалась, особенно откровенно, последние 30 лет. Нам говорили, что это глобализация, что это необходимо, что глобализация поднимает все страны и вообще все это хорошо. Но на самом-то деле, что было? Тот самый золотой миллиард просто использовал дешевые ресурсы, дешевые природные ресурсы, там из России, из Латинской Америки, из Африки, из Азии, дешевые трудовые ресурсы, труд рабочих в развивающихся странах, там Китай, Бангладеш, Индия. Все, заканчивается. И теперь вот эта экономика, которая построена была на дешевых ресурсах, она больше не работает так. Соответственно, Европе и Соединенным Штатам придется либо самим ручками что-то делать, а компетенция уже утрачена, либо довольствоваться тем, что есть, и вот африканцы, видимо, их научат. Ну, пеним птиц, например. А у них нет, а нет, не везде. Потому что тоже вот видел я в журнале «Экономист» такое большое исследование о том, что газон — это очень вредно. Потому что на газоны тратится больше удобрений и пресной воды, чем на другие культуры сельскохозяйственные. И газон — это, по сути, зеленая пустыня, потому что, во-первых, там нет уже никаких цветов. Гербициды убивают все, что не относится к конкретному виду злаков. Траве не дают вырасти. Нет насекомых. Нет птиц. И пора, вот они говорят, для экономии всего-всего забыть про газоны. То есть не до аристократизма и джентльменства. Пусть будет все бурьяно, зато экологично. Ну, такое переодичание. И можно я вам еще задам вопрос в связи с этим? То есть вот она мечта сбывшейся зеленых, в которую погружается весь цивилизованный мир. А, кстати, топить дровами. Вот мы же тут в этой студии с вами рассказывали нашим уважаемым слушателям о том, что Международное энергетическое агентство относит дрова к возобновляемой энергетике. Ну, дрова, навоз, сушеный хворост. Вот они вперед. Зеленая энергетика. У меня еще будет вопрос, с этим связанный. А вот эти заявления связаны с тем, что 80%, да, на 80% хранилища заполнены, что им удалось это сделать в преддверии зимы. Насколько им это поможет? Ну, пару месяцев поможет. Поймите, что хранилища нужны для баланса. Потому что если вдруг возникают потребности более высокие, чем текущие, если их невозможно заполнить, эти потребности, за счет использования того газа, который поступает, необходимо использовать хранилища. Вот, смотрите, с нефтью сейчас происходит то же самое. На рынке дефицит нефти. Примерно 1,5-2 миллиона баррелей в сутки. Но коллапса не происходит. Нефть даже немножко снижается на спекуляциях вокруг иранской сделки. Почему не происходит халапса? Откуда берутся эти 1,5-2 миллиона? Из хранилищ, из резервов. Пока хранилища еще есть, пока резервы есть, рынок сбалансирован. Но вот сейчас в Соединенных Штатах резервы на многолетних максимумах. Потому что для того, чтобы сбить цены на бензин, цены на топливо, на дизельное, Байден решил эти резервы раскрыть. Соответственно, вот этот вот гигантский демпинг. Эти резервы вдруг оказалось, что уплывают в Европу, вместо того, чтобы понижать стоимость бензина в Соединенных Штатах. И вот резервы заканчиваются. Что дальше будет? Придется покупать нефть в эти резервы по более высоким ценам. Если они еще пытаются отрезать Россию от нефтегазового рынка, то они будут покупать российскую нефть через посредников, которые свои проценты в 20-30 добавят. Ох, интересный прогноз. Давайте назову эфирные координаты, если у вас есть вопросы по экономической теме. 553-300, плюс 7903-176-363, смс-портал, ватсап и вайбер. Давайте поговорим на еще одну важную для нас тему. Это замедление инфляции в России. Да, инфляция замедляется уже, видимо, третий месяц подряд. И особенно заметно это в продовольственной корзине. Ну, понятно, у нас урожай. И есть и непродовольственные вещи. Тоже самый импорт, который наконец-то начал снижаться. Просто есть лаг примерно три месяца от изменения валютных курсов до трансформации в реальные товары. Снижаются также услуги. Те же самые авиаперевозки и транспортные перевозки. То есть Россия вышла в ситуацию просто противоположную всему миру. То есть у нас, с одной стороны, укрепляется рубль в то время, как все валюты падают к доллару, включая даже такую серьезную валюту, как китайский юань. Почему? Потому что ФРС повышает ставки. И из-за этого происходит неприятие риска. Происходит замедление экономики, потому что необходимо рефинансировать это. То есть все привыкли жить в условиях бесконечного денежного предложения, бесконечной эмиссии по нулевым ставкам. Вот все это меняется. 53 страны стоят в очередь на дефолт. Это вот МВФ уже бьет тревогу. И Пакистан скоро получит 1 миллиард 100 миллионов долларов в помощи от МВФ. И доходит до того, что Великобританию всерьез обсуждают, как бы им не пришлось брать помощь от МВФ. И инфляция в Великобритании по итогам года может достичь 18%. У нас инфляция тоже пока высокая. За счет чего? За счет того, что мы накопили инфляцию в начале года. Да, вот сейчас идет дезинфляция, резкое снижение инфляции, временами дефляция. Но, к сожалению, из-за того, что был скачок в начале года, из-за того, что был скачок валютного курса, из-за того, что Россия в течение двух лет импортировала высокую инфляцию. Почему импортировала? Потому что рубль слабел постоянно. И, соответственно, слабеющая валюта – это проинфляционный фактор. Но сейчас Европа, евро падает, упало к доллару один к одному паритет. И, соответственно, все долларовые товары, все сырьевые товары, потому что они в долларах сейчас номинированы, они для европейцев стали на 20% дороже. То есть если бы вообще ничего не менялось с ценами на нефть, все равно бы для европейцев это стало на 20% дороже. Это проинфляционный фактор. Ну и плюс ценовые центры были не у нас, поэтому наши компании и металлургические, и зерновые ориентировались на цены на Лондонской бирже, на Нью-Йоркской бирже, на Чикаго и так далее. Вот сейчас, когда они нас отрезали своей тотальной экономической войной, мы стали сами по себе. Мы сами определяем стоимость наших товаров. Ну, по сути, рынок и валютный рынок тоже определяет стоимость доллара к рублю. И мы сейчас видим такую резкую девалютизацию, такой термин, который вводит Центральный банк, резко сокращается объем валютных вкладов, по сути, они становятся рублевые. И это неудивительно, потому что не просто валюта токсичная, это просто опасно уже держать доллары и евро на счетах, потому что любая дальнейшая эскалация со стороны Запада может привести к тому, что корсчета будут закрыты, а все безналичные доллары находятся на территории Соединенных Штатов. Наши банки имеют там корсчета, и если клиенты имеют доллары в русских банках, то, по сути, это всего лишь зеркальное отражение тех долларов, которые находятся в Соединенных Штатах. Если связь обрывается, если корсчета закрываются, ну, все, тогда уже доступа к этим деньгам не будет. Поэтому вот идет сейчас как раз срочный перевод средств из долларов в любые другие валюты, либо вывод их на счета в зарубежной банке, которым это не грозит. Но самая популярная валюта сейчас – юань. Хорошо это или плохо, мы видим, что будет выстраиваться какой-то новый валютный мир, потому что те дисбалансы, которые накоплены в современной экономике, та инфляция, которая сейчас терзает западные страны, тот прогноз по росту процентных ставок, который, по сути, создаст колоссальную проблему для рефинансирования долгов, долгов сейчас у нас в мире на 300 триллионов долларов, и очень значительная часть из них будет не погашена, там будут дефолты, там будут банкротства. Соответственно, вот эти дисбалансы, на которые накладываются дисбалансы американской экономики, когда национальная валюта Соединенных Штатов становится мировой валютой, то все проблемы Америки моментально транслируются на весь остальной мир. Если кто-то из наших слушателей смотрел фильм «Игра на понижение» про кризис 2007-2008 годов, так вот, прототип главного героя, инвестор Майкл Бьюри, вышел из всех активов. Снова. Имейте в виду. А скажите, что происходит с потреблением? У нас и у них? Оно наконец-то восстанавливается. Да, вот мы видим, что у нас безработица находится на достаточно низком уровне. Те прогнозы, которые были сделаны в начале года о том, что российская экономика рухнет и отвалится на 15 лет назад, что здесь будет массовая безработица из-за ухода западной компании, да, это не происходит. То есть, либо компании меняют владельцев, либо продолжают деятельность, либо на их место приходят другие компании, и вот уже АвтоВАЗ, который простаивал какое-то время, сейчас нанимает, как вот видно из отчетов, работников и готов работать по 6 дней в неделю. То есть, мы видим... Хочется спросить, а хоть какой-то прогноз сбылся? Сбылся. Помните, мы тоже вот рассказывали о том, что мир идет в десятилетие хаоса. Вот прогноз по хаосу, он сбылся. И когда они думали, что они будут таким образом управлять миром, погрузив мировую экономику в управляемый хаос, это неверно, потому что у управляемого хаоса в этой теории есть одна страшная уязвимость. Дело в том, что неустойчивые системы очень чувствительны к любому управляющему воздействию. То есть, не управляющим, просто к любому воздействию. Представьте, если на вершине горы вы положили огромный металлический шар, то, знаете, столкнув его в любую сторону, вы уже его не остановите. То есть, он стоит неустойчиво, там качается. Вот толкнули чуть-чуть, и все, и понеслось. И здесь получается, что попытка изолировать Россию, сейчас вот попытка ограничить, не включить северный поток, привела к тому, что цены на газ выросли в десятки раз. То есть, если мы вспомним весну 2020 года, когда все закрывались на локдаун, на пандемию, газ в Европе стоил 60 долларов за тысячу кубов. 60, не 3,5 тысячи, не 4, а 60. Ну, вот, смотрите, посмотрим, что будет дальше, как откроются рынки в понедельник, потому что для кого-то это трагедия, а для спекулянтов это рай, потому что любая новость, касающаяся спроса и предложения, она обязательно будет отыграна. Так же, как и новость по поводу потолка цен на нефть, когда наш вице-премьер, господин Новак, он заявил, что Россию просто не будет поставлять. Еще раз напомню, в мире и так дефицит предложения нефти, и страны ОПЕК, они просто не выбирают свою квоту, потому что есть ряд стран, такие как Нигерия, у которых просто нет возможности увеличить добычу. Саудовская Аравия не будет это делать, увеличивать добычу ей демпинг не нужен. Ну, соответственно, посмотрим, как отреагируют цены на нефть. Скорее всего, мы увидим какие-то новые максимумы уже в следующем квартале, когда вот холоднее станет. Дальше, что прогнозируется? Прогнозируются серьезные волнения социально-политические в Европе, прежде всего. Давайте вспомним французский революционный календарь. Помните, пример, терминдор, шаминаль, вот, например, ноябрь, месяц туману, дальше невоз, месяц снега и так далее. То есть вот ноябрь, видимо, как раз и они вспомнят свой революционный календарь и Великую Французскую революцию. Какие интересные у вас прогнозы, Александр? И мы, кстати, сверим с вами потом часы, как сбудутся все эти прогнозы. Ну, кстати, вот прогноз, который, я надеюсь, сбудется. 16 сентября Совет директоров Банка России будет рассматривать вопрос о процентной ставке. Я надеюсь, что она будет снова снижена на полпроцента, и ставка будет 7,5. Что также позитивно. То есть это снижение ставки и по ипотечным кредитам, и по потребительским кредитам, просто по банковским кредитам и абсолютно другие условия для нашей экономики. То есть мы, по сути, единственная страна, которая снижает ставки, ну, и таким естественным путем вслед за снижением инфляции. И вот то, что ставки снижаются, они сразу охватывают не только банковский рынок, но и рынок капитала. Это значит, что компании могут занимать, крупные компании на облигациях дешевле. То есть это очень серьезное подспорье для нашей экономики. Кроме того, у нас растет рублевая масса, что также благоприятно. То есть инфляция снижается, рублевая масса растет. То есть экономика наполняется ликвидностью, экономика наполняется деньгами. Поэтому мы уже вот на прошлой неделе обсуждали о том, что промо-производство у нас с начала года выросло на 1%. Год к году, там, с июля по июль минус 0,5 всего лишь. Но с начала года на 1%. И дальше, видимо, идет тенденция к росту. А как за всем тем, что происходит у нас, наблюдают наши западные партнеры, которые ждали обратного эффекта? С изумлением. Потому что огромное количество статей во всех таких ведущих журналах, и информационных агентствах о том, что же пошло не так, почему Россия растет, почему Россия не упала. И вот детальный анализ, там тот же самый экономист, он пишет, что три фактора главных. Это первое, то, что Россия предприняла ряд мер, очень правильных, и оставивших отток капитала на то, что бизнес и население адаптированы к кризисам, в отличие от тех же самых европейцев. Ну и высокие цены на энергоносители, которые также позволяют в стране иметь рекордный профицит счета текущих операций и солиторгового баланса. Что, в принципе, Россия не почувствовала даже конфискацию золотовалетных резервов, потому что в течение этого года, по сути, Россия вернет себе украденное на Западе. Благодарю вас за этот разговор. В студии Вести ФМ был финансист, член президента Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Экономика Вести ФМ Первые о главном О Мюнхенской Олимпиаде 72-го года, на которой террористы захватили израильских спортсменов, а советская сборная выступила так сильно, что рекорд по числу золотых медалей не превзойден до сих пор. Об этом специальный проект Руслана Бустрова. Слушайте через несколько минут. Прямо сейчас подробнее о главном. В студии Евгений Попов. Здравствуйте. Донецк весь минувший день находился под обстрелами, есть погибшие и раненые. Пять районов частично остались без электричества, обесточенными оказались несколько шахт. Шахтеров удалось поднять на поверхность. Погибшие в результате обстрелов есть и в Макеевке, которую также обстреливали из орудий натовского калибра 155 мм. Союзные силы России и Народной милиции независимых республик активно работают над тем, чтобы отодвинуть как можно дальше от Донецка тяжелую артиллерию противника. На Авдеевском направлении разгромлена 110-я бригада. В связи с большими потерями личный состав отказался от выполнения боевых задач и самовольно оставил позиции, сообщили в Министерстве обороны России. Для борьбы с воздухом используют беспилотные установки. Подробнее об их работе. Александр Билибов. Для них поле боя умещается на экране смартфона. Сегодня операторы беспилотников здесь, на передовой, это глаза всех родов войск. Без присутствия их птичек в воздухе не будет работать артиллерия, а штурмовые группы не пойдут в атаку. Хотя бы один расчет БПЛА сегодня есть буквально в каждом подразделении союзных сил. И это в условиях современной тактики боя необходимость. В реальном времени оператор коптера видит полную картину боевой обстановки. Достоверная и оперативная информация помогает командирам быстро принимать решения, моментально реагируя на те или иные действия противника. Как правило, бойцы используют не какие-то специальные, а обычные гражданские квадрокоптеры. Квадрокоптеры простые в управлении и недорогие, но даже такие, на первый взгляд, примитивные модели порой намного полезнее, скажем, данных со спутниковых снимков или специальных разведывательных систем. Точно так же, как артиллерия ведет борьбу контрбатарейную, то есть уничтожает пушки противника, здесь расчет БПЛА борется с вражескими беспилотниками. На расчет поступает боевая задача корректировка артиллерийского огня. С беспилотника прекрасно видно, куда попал снаряд. После первого залпа операторы квадрокоптера дают поправку. Следующим залпом союзная артиллерия успешно поражает цель. Без воздушной корректировки на это ушло бы намного больше боеприпасов, да и времени. Противник мог бы просто уйти. Александр Белев, Вести из Донецкой Народной Республики. Морги Николаева переполнены убитыми украинскими военнослужащими. Такая ситуация сложилась после провала контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении. Западная пресса считает, что Киев уже не сможет восстановиться после таких потерь. С подробностями Сергей Гололобов. Камера Одессита фиксирует колонну из десятка карет скорой помощи, мчащихся по городу. Дата съемки как раз совпадает с началом контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении. Местные жители предполагают, что это везут трехсотых, то есть раненых с поля боя, и что таких колонн будет еще много. Тех, кого везут, можно назвать счастливчиками, потому что они живы, хоть и покалечены. Сотням их боевых побратимов так не повезло. И теперь они лежат в моргах, в том числе близкого к фронтовой полосе Николаева, сообщил глава администрации подконтрольного России населенного пункта Снегиревка Юрий Барбашов. В районе Снегиревки была предпринята попытка наступления ВСУ. Эта атака, по всей видимости, имела отвлекающий характер. Основной удар был нанесен немножко севернее. Последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ. Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых. Такая же ситуация в БСМП. И всего в различные госпитали и больницы в Николаево доставлено более 2000 раненых. Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с кровью донорской, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаево. Обескураживающие последствия украинского контрнаступления на южном фланге не могли пройти мимо западных аналитиков и прессы. Так, американские эксперты из Института по изучению войны сочинили целую теорию по оправданию провала ВСУ. По их мнению, киевские стратеги проводили всего лишь отвлекающую операцию на южном направлении, а главный удар должен последовать совсем в другой стороне. Противник, то есть Россия, должен в это поверить, а потому переместит сюда свои силы. Эксперты также предположили, что у украинских войск такая тактика создавать благоприятные для себя условия медленно, но верно на протяжении нескольких месяцев и в это время выводить атаками из строя наземные линии связи противника и его системы логистики. Таким образом, вероятно, будет задержка между первоначальными маневрами и началом решающих операций. Ситуация во время этой задержки вполне может выглядеть так, будто атака провалилась, говорится в статье Американского института по изучению войны. Другие эксперты, в частности, обозреватель британской газеты «Ивнинг Стандарт» Роберт Фокс, наоборот, считают, что для киевского режима все плохо и он не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон. Автор статьи пишет, что действия ВСУ носят скорее символический, нежели стратегический характер. Он напомнил, что советники Зеленского выступали против интенсификации боевых действий из-за неподготовленности украинских войск на данном этапе. Но президент Незалежный, тем не менее, вынужден был отдать приказ на наступление, так как боялся лишиться поддержки союзников, в частности, Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ, констатировал Роберт Фокс. Американский военный аналитик, бывший майор разведки морской пехоты США Скотт Риддер, придерживается схожего мнения. «Эта попытка организовать наступление стопроцентный политический шаг. В ней нет никакого реального смысла. Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад», пояснил бывший стриминговых каналов. При этом Скотт Риддер добавил, что на деле киевские власти подали Западу ровно противоположный сигнал своей слабости, что подтверждают тысячи раненых военных, которые были вынуждены отступить. Сергей Глалобов, Вести ФМ. Возвращаясь к ситуации вокруг Запорожской АЭС, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гроссия, который побывал на станции, заявил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз. Рафаэль Гроссия заверил, что на ЗАЭС продолжат миссию шесть представителей агентства по атомной энергии. Глава МАГТ также пообщался с жителями Энергодара, где расположена станция. Они вручили ему обращение с призывом остановить украинские провокации в отношении АЭС. Далее слушаем специальный проект Руслана Быстрова о Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Здравствуйте! В студии Руслан Быстров. В этой программе мы будем вспоминать Олимпиаду в Мюнхене 1972 года. Ровно 50 лет исполняется этой Олимпиаде вот как раз в эти дни. Олимпиада была с одной стороны омрачена страшным терактом, когда погибли израильские спортсмены. С другой стороны мы там завоевали огромное количество золотых медалей и почти в два раза, больше чем в полтора превзошли своих ближайших соперников Соединенные Штаты Америки. Что ж, начнем и приветствую своего первого гостя президента российского движения Fair Play, спортивного журналиста, историка спорт и историка спецслужб, что тоже нам очень пригодится, когда мы будем говорить о теракте Николай Долгополов. Николай Михайлович, вот Олимпиада 1972 года называют ее кровавой из-за теракта, который там произошел, мы о нем еще подробнее поговорим. Объясните, что это было за время, какая международная обстановка тогда складывалась вокруг этого спортивного мероприятия? Ну, вы знаете, это было время, я бы не сказал, что самое такое неблагоприятное. В то время я, лично работая, так сказать, в далекой зарубежной стране, чувствовал, что относятся к нам нормально. До этого, вы знаете, я как раз в качестве переводчика спорткомитета СССР часто выезжал за границу, еще студентом со спортивными организациями. И вы знаете, к нашим спортсменам относились везде хорошо, где бы я ни был. Я выезжал в основном сборными командами. И вы знаете, вот тут это такая маленькая призы, не случайная прелюдия, потому что как раз до этого я был переводчиком сборной команды США, которая приезжала вот буквально там накануне Олимпиады, в 71-м году, по-моему, на турнир международный в Москву, Таллинн и Киев. Вот мы такой турнир совершали. И вы знаете, я как бы знал многих баскетболистов, и американских, и, естественно, наших, которые с ними играли. Вот для меня эта Олимпиада была Олимпиадой баскетбола, потому что некоторых ребят, например, Сашу Белова, Мишу Коркия, я хорошо знал. И мы с ним очень так мило и приятно общались. Миша, к сожалению, довольно быстро умер. А с Сережей Беловым, ну, частично с Сашей мы довольно долго общались, почти до их кончины, до их уходов, очень печальных, а у Саши очень раннего. И вы знаете, мне вот эта Олимпиада заполнилась совершенно неожиданной победой нашей команды. Я, ей-богу, не ожидал, что наши выиграют. А все, кто вам рассказывал, что видели этот матч по телевидению, они немножечко вас обманывают, потому что матч по телевидению не показывался, а показывались лишь такие отрывки, и то после матча. И вы знаете, это была фантастика, потому что то, что случилось вот за три секунды, этот замечательный пас, эти потрясающие ребята, Сережа Белов, Жар Мухамедов, мы его звали вообще в то время, я уж не знаю, можно ли об этом говорить, или просто Жар, понимаете, и он отзывался на это Жар, вот, для меня они запомнились знаете, героями, и я вам скажу, что всю жизнь до его ухода дружил с Гомельским, Шерезовичем, не особенно был знаком с Кондрашиным, но, конечно, то, что сделал вот Кондрашин тогда, я считаю, что это может быть лучшее достижение и опасения советского, советского тренера командного вида спорта в ту эпоху. Никто не ожидал вот этой победы со счетом 51-50, а те, кто, скажем, следят за баскетболом, очень удивятся этому счету, ну, это вообще, так сказать, представляете, как мало было заброшено, какая была защита, какое было напряжение, и вот эти последние три секунды, ну, они, вы знаете, держали в таком напряжении всех, и когда все это закончилось, я смотрел это уже через день после того, как наши выиграли, ну, вы знаете, я просто кричал от радости. Ну, давайте вспомним подробнее тот исторический баскетбольный матч, когда мы действительно просто вырвали победу американцев, чего многие не ожидали, особенно наши спортивные функционеры, что, кстати, по фильму «Звижение вверх» и видно. Как все это происходило, напомнит наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Мы можем вспомнить сейчас, как это все было. Проиграли мы 50-49, за три секунды было до окончания. Даже сирена не прозвучала, американцы начали праздновать, зал прямо, естественно, болел, да, за сборную США, но, понятно, что это был последний день Олимпиады, и в последний день Олимпиады всегда проходят финалы командных видах спорта, и на эти матчи приходит там огромное количество спортсменов, зрителей. В итоге начали пересматривать вот эти три секунды, потому что наш штаб пытался взять тайм-аут, просил перерыв еще во время штрафных бросков, но судьи этого не заметили, и в итоге генсек Фиба Уильям Джонс из Британии, он славился тем, что он очень любил напрямую давать указания рефере, как надо делать, то есть там потом в принципе как принято, подается протест, потом его какая-то комиссия рассматривает и принимает какое-то решение. Здесь было немножечко по-другому, здесь глава баскетбола уже давал непосредственные указания, и в итоге оказалось, что эти три секунды надо было переиграть, Иван Едешко получил мяч, отдал его короткая атака сирена, американцы снова выскакивают на корт баскетбольный, начинают поздравлять знаменитые слова нашего великого комментатора Нины Ереминой, которая констатировала победу США в этом финальном турнире, и снова переигровка, потому что американцы высыпали до окончания, до стечения времени это нарушение правил. Три секунды до конца встречи, финальная сирена, сборная соединенных статов выиграла встречу, но студии останавливают, студии... Нет, матч еще не закончен, как будто матч еще не закончен. Три секунды до конца встречи, три секунды табло было неправильное, еще три секунды игрового времени. Рано поздравлять олимпийских чемпионов, хотя они и пришли к тому, чтобы вновь отпраздновать победу. Да, достаточно. Матч продолжается, еще три секунды игрового времени. Судьи просят команду вернуться на поле. Три секунды до конца матча. Сейчас будет приведен порядок, приведено табло. 49,50, впереди команда Соединенных Штатов Америки. Мяч в игру ведет Иван Гедешко. Три секунды. Передача Александра Бимова. И сборная Советского Союза задевает мяч победом. Ну а прямо сейчас у нас непосредственный участник того исторического баскетбольного матча Иван Гедешко. Советский баскетболист, заслуженный мастер спорта СССР, кавалер ордена знак почета. Иван Иванович, 50 лет прошло с момента той олимпиады. Вот интересно, вы это помните, как будто вчера это было или уже многое забылось? Когда мне задают вопрос, у меня всегда появляется ответ. Когда же закончатся эти три секунды? Эти три секунды они не оканчиваются. Вот уже 50 лет и они все никак не оканчиваются. И фильм этот вышел, который подтвердил все это все. Движение вверх. Да, да. То есть, в общем-то, это самое. Ой, но я надеюсь, что все помнят, но если кто-то подзабыл, я напомню, о каких трех секундах идет речь. Это те три секунды добавленного времени в баскетбольном матче с командой США, когда вот наш сегодняшний собеседник Иван Иванович Хедешко передал пас, благодаря которому наша сборная выиграла тот великий матч. Этот эпизод, он вошел в мировую историю олимпийского движения. Вот эти вот три секунды, когда за три секунды можно было выиграть матч. А вы рассчитывали на победу в начале этого матча или изначально понимали, что ну да, американцы самые сильные в баскетболе, так было всегда, но наверное не победим. Мы-то рассчитывали на победу, естественно, как же так, как же так играть и не рассчитывать на победу, тем более, если выиграть у американцев. Но, но правительство наше не рассчитывало, оно нам уже запланировало второе место. Мы вышли с желанием, так сказать, тем, что задачу выполнили, помните, СССР была задача поставлена, была максимальная, а мы задачи выполнили, поэтому, в общем-то, так, где-то один из тех моментов, которые нам позволили выиграть. Мы вышли расслабленно, так сказать, а американцы, как они сейчас недооценили нас, что мы можем у них выиграть. Мы выиграли. Но это же, наверное, был еще и матч престижа, помимо спорта, там много было и другого намешано. Вот игра именно с американцами. В то время у нас с Америкой, так как и всегда, но тогда тоже были непростые отношения. Какое у вас было отношение к американским спортсменам? Вы знаете, тогда я очень любил Америку. Я и сейчас ее люблю, Америку, в плане того, что народ сам Америки. И когда мы были в Штатах, конечно, нас принимали очень здорово, и сам народ очень прекрасно. Вот я сейчас как подумаю, то, что сейчас творится в мире, я думаю, что народ не знает всего того, сам народ вот такой, который близок и к искусству, близок и к экспорту, близок ко всем он не понимает вот того, что сейчас творится из-за недостатка информации. Последнее вот эти выступления единиц, я могу сказать, единиц, но и плюс в общем-то организационный комитет. Это, конечно, в общем-то трогать искусство, трогать спорт, трогать, допустим, там какие-то достижения, историю, литературу. Это, конечно, дико все. Иван Иванович, но если вернуться к вашим воспоминаниям, что еще помните помимо трех секунд? Что запало в душу и снится по ночам? Ну, во-первых, победа. Во-вторых, как она далась, эта победа. В-третьих, то, что, в общем-то, у нас была команда, вот именно команда, шесть человек из разных республик, Белоруссия, Украина, Россия, Грузия, Узбекистан, Литва. И вот это была команда, составлена из лучших игроков вот этих вот республик. Эта команда Советского Союза была настоящая. Это была действительно команда лучших игроков. Ну, многие говорят, что вот три игрока были, и кто из них лучше, неизвестно. То есть, Белов, который забил 20 очков, Едешко, который дал пас через всю площадку, и Александр Белов, который забил. Неверно все. Верно то, что это была команда, возглавляемая умнейшим тренером Владимиром Кондрашиным. А как вы думаете, что нужно сделать, чтобы мы еще раз американцев победили? У американцев баскетбол это вид народный, номер один, да, то есть, их победить практически невозможно. Ну, вот я пытаюсь понять, почему тогда получилось, а сейчас нет. Назову три фактора. Три фактора, которые, в общем-то, первое, это то, что они не доценили нас как команду, вот. Второе, то, что, в общем, то, Кондрашин до последних моментов был уверен, что мы выиграем эту игру, и его психологический такой настрой на последние секунды был огромнейший. Ну, и один из тех моментов, когда перед началом игры он совершенно изменил состав, то есть, не тот, который был все время играл пятерку, а совершенно другую выпустил. И мы на вот этом, на вот этом кураже, вот так пришли к этим трех секундам, а эти три секунды, в общем-то, так сказать, получились в нашу пользу. Кто не смотрел этот фильм, если кто меня служит, обязательно посмотрите, вы получите удовольствие. Иван Иванович, ну вот там момент есть в этом фильме, насколько я помню, я смотрел его уже давно, когда он вышел, как-то не получаете тех почестей, которые заслужили, и наоборот, там шмонают в аэропорту. Ну, шмонают это не то слово, возможно, шмонают это действительно то слово, но не лимбературное, да ну, конечно, все время так и было, и всегда это было, вот, то есть, таможня это была, так сказать, преграда, не потому, что мы там были какие-то челноки, или что-то возили, что-то нет, мы везли друзьям, там, или еще чего-то, но были определенные нормы, какие-то там, допустим, можно везти там трое джинс, и одновременно все четверо, все, у тебя там могут зарубить или на заграницу ездить, вот, а можно везти трое джинс и четыре джинсовых костюма, ну, то есть, там масса различных были моментов, да, конечно, были маленькие нарушения его, но это была борьба имущих с неимущими, имущие это игроки, неимущие это таможни, они злые были все, ладно, это совершенно другое, можете не вставлять, получили почести те, которые, в общем-то, они не считались такими сверхъестественными, но те, которые, в общем-то, три тысячи рублей мы получили, и жигули без очереди практически, три тысячи рублей, это было ценно. Говорим с президентом российского движения Fairplay, спортивным журналистом и историком спорта, историком спецслужб Николаем Долгополовым. Николай Михайлович, но, конечно, не все так было радужно и однозначно на этой Олимпиаде, не зря я называю. Я абсолютно был, наверное, если вы, как я понимаю, проводите параллели с сегодняшним днем, а я их подхватываю и пытаюсь пить, вы знаете, там была такая несколько такая гаденькая история. Был такой союз, по-моему, он назывался так союз, всемирный союз украинцев или что-то в этом роде. Всемирный конгресс свободных украинцев. Вот так, да ну, извините, сколько лет пошло. И вы знаете, я вот никогда не забуду, что вот в тот момент им управлял сын Бандеры, сын Степана Бандеры. И вот там, как мне потом рассказывали наши спортсмены и тренеры, они делали очень много гадостей. Ну, во-первых, там склоняли людей наши к невозвращению, плюс к этому подбрасывали всяческие листовки, а на аренах и в основном перед ними, потому что баварская полиция это не позволяла делать на аренах, конечно, они жгли наши советские флаги. И вот это было, вы знаете, вот такой прелюдией к тому, что происходит сейчас. Непримиримость и жестокость была показана и продемонстрирована уже тогда. И вот эта лютая ненависть, которую к нам питали, вы знаете, вот она сейчас превзошла вообще все возможные какие-то пределы, ожидания, рубиконы, называйте как хотите. И вот это я вижу, тоже определенная такая ниточка тянется, к сожалению, к огромному оттуда. Ну, самое, конечно, событие трагическое это теракт, который произошел 5 сентября 1972 года, когда погибли 11 израильских спортсменов. Вы же еще, помимо того, что спортивный журналист Николай Михайлович, вы историк, спецслужб. И вот хочется с вами поговорить об этом теракте и о том, почему операция по обезвреживанию террористов прошла столь неудачно, что все погибли. Ну, вы знаете, вот мне довелось встречаться с родственниками тех израильских спортсменов, которые погибли. Это было не так давно, мы были на конгрессе в Хайфе, и как раз один из докладов был посвящен вот этому событию очень печальному. И выступали родственники, это совершенно, там, конечно, было очень много русскоговорящих, но это были люди уже не из, скажем, советской волны эмиграции, нет. Люди говорили на родном языке и на английском. И вот они нам рассказывали, что они просто поражались, вот за всем этим наблюдая, ну, абсолютной беспомощности Баварской Милкинской полиции. Вот все, за что бралась полиция, оборачивалось прахом. Освобождение заложников. Что это было освобождение? Это был такой штурм впрямую, и было понятно, что люди из Черного Сентября, ну, может кто-то забыл, это была... Это палестинская группировка, да. Да, ну, скажем, не только палестинская, она была ультра такая, ультраправая группировка, да, базирующаяся в Палестине, Черный Сентябрь, немало вреда нанесла она, скажем так, миру. И вы знаете, вот как раз было понятно, что она, вот просто так не сдаться, заложников не отпустят, уже было известно, что это за люди, фамилии некоторых из них уже всплыли до того, как они, значит, уже были обезврежены, если вы помните, там, пятеро были убиты, а троих потом поймали, но главное, вот как мне рассказывали израильтяне уже в нашем 21 веке, были обезврежены, обезврежены, знаете, настоящие организаторы, инициаторы преступления, вот их так медотично выслеживали и потихонечку одного за другим, когда это англичане one by one уничтожали, вот как в свое время они выкрали Адольфа Эйхмана, вот так приблизительно они и действовали против вот этой Черного Сентября. И еще один такой вопрос, понимаете, я думаю, а как вообще баварская полиция могла решиться вот на такой открытый, откровенный штурм? Мне это абсолютно непонятно. И к моему, вот тогда, начиная с 1972 года, люди и задумались над тем, а что такое вообще Олимпиада? И что такое безопасность на Олимпиаде? И все-таки, ну, за каким-то малым исключением, бывали неприятные случаи, вот с 1976 года я уже бывал с тех пор на 13 Олимпиадах, знаете, ничего такого не было, даже в очень тяжелые напряженные моменты. Мне было, вы знаете, очень так тяжело говорить с родственниками вот этих погибших израильтян, они считали, что смерть их родных не отомщена, что они не получили той самой даже денежной компенсации, которую им должны были выплатить, естественно, не палестинцы, а правительство ФРГ. И, кстати, до сих пор, до сих пор, время от времени возникают какие-то такие всплески информационные, собираются еще живущие родственники и требуют возмещения материального. Ну, я думаю, что это уже дела минувших дней. Мне обидно, вот знаете, очень другое. Вот я, находясь в другой совершенно стране, я следил за тем, очень внимательно, отменят ли эту Олимпиаду или нет. И, вы знаете, все-таки мне казалось в то время, да и сейчас кажется, что Олимпиаду надо было все-таки остановить, потому что, ну, это такое злодеяние. Ну, да, я просто напомню аргументацию тех, кто не остановил, они считали, что если остановить, значит, поддаться террористам, то есть, они победили, значит, такая была логика. Ну, вы знаете, ну, это аргументация именно такая, на мой взгляд, несколько примитивная, а на самом деле экономические, экономически это было немцам очень невыгодно, и, может быть, кто-то забыл, но, вы знаете, вот в то время, сколько денег, как в 1972 году немцы западные вложили в эти игры, никто не вкладывал. Ну, и для них это была имиджевая Олимпиада, после предыдущей они хотели показать свою открытость, что они другие, что все мирно, замечательно. Для них это было принципиально. а предыдущая, а предыдущая, вы помните, в каком году была? Конечно. Конечно. Вы знаете, и именно, слава богу, что это было не в Берлине, в Милхене, стадион, я потом на нем бывал, прекрасный был построен, Олимпийская деревня, ну, довольно сложно, и, как теперь выяснилось, при ее строительстве не были соблюдены вот все те нормы безопасности, которые после 1972 года соблюдаются. И вообще, проход в Олимпийскую деревню был такой свободный. Я вам скажу, что уже начиная, вот я был в том году в Монреале, чтобы пройти в Олимпийскую деревню, я был тогда еще молодым таким корреспондентом, то есть комсомольской правды, и одновременно переводчиком нашей делегации. То есть у меня было две акции, скажем, проходил как член делегации, да, а на проскоперенцию шел уже как, скажем, корреспондент. Вы знаете, очень было сложно всюду пройти. Ну, и дальше это все усложняло, все усложнялось. А там, как рассказывали мне мои коллеги, друзья, спортсмены, ну, это было такое, знаете, дырявое корыто, через которое мог проникнуть кто угодно. Вы знаете, вот я бы даже сказал, что то, что безопасность была организована на уровне, близком к нулевому, она во многом испровоцировала это нападение. Ведь нападение было осуществлено довольно примитивно, понимаете? Ну, как вообще можно было допустить террористов на территорию охраняемого? Причем, да, ну, напомним, может, кто забыл, ночью террористы проникли на территорию Олимпийской деревни, там, примерно в 3 часа ночи. Их заметили охранники, кстати говоря, ну, подумали, что пьяные спортсмены просто шатаются. И ничего не предприняли вообще. Да, это не бывало, пьяные спортсмены в масках, в черной одеждах и со странными очень такими тюками, напоминающие, скажем так, обрезы для винтовок и всего прочего. Но это было просто разгильдяйство немецкое. Совершенно мне непонятно вот в этой дисциплинированной, отмустрованной Германии проглядели, проморгали. Это была, это была катастрофа. И вот я думаю, что специально для того, чтобы, может быть, может быть, вот как-то сгладить вот это впечатление от того, что все так было неудачно, и было решено ради экономики, ради престижа вот эти игры продолжить. Я напомню, что мы вспоминаем Олимпиаду в Мюнхене с 1972 года. 50 лет ей исполняется в эти дни. В студии Руслан Быстров. Я напомню, что мы вспоминаем Олимпиаду в Мюнхене с 1972 года, которая исполняется в эти дни полвека. Вопрос, конечно, еще открытый, почему израильские спецслужбы не были допущены к этой операции, почему мюнхенская полиция все делала самостоятельно? А вы знаете, потому что мюнхенская полиция, как и полиция многих других европейских стран, она была абсолютно уверена в том, что она лучшая в мире. Так бывает, да? А тут, ну, конечно, все знали, что такое Моссад, все знали, что такие существуют израильские спецслужбы, но в то время, вы знаете, в составе делегаций всегда в любой стране были люди из спецслужб. Вот такие люди, нечего, сказать, стесняться, были всегда и в составе наших делегаций. А у меня другой вопрос. Такие люди были, несколько человек, и в составе делегации Израиля. А как они это все проглядели? Вы знаете, мне просто искренне жаль этих спортсменов. Одиннадцать человек погибло, из них там больше половины это были русскоязычные ребята, с которыми, кстати, наши очень хорошо общались и были дружеские отношения, несмотря на то, что вообще-то отношения между Израилем и Советским Союзом были совсем не важные в ту пору, а личные отношения были на хорошем таком дружеском уровне. Кстати, сами участники этой Олимпиады, ну, некоторые о теракте даже не знали долгое время, узнали только в последний момент. Иван Едешко, легендарный советский баскетболист, участник того самого легендарного победного матча с американцами. Иван Иванович, страшное событие, омрачившее эту Олимпиаду и вообще олимпийское движение, это теракт, который там произошел. Помните ли вы этот момент, где вы были, что вы видели? Ну, один, конечно, из тех моментов, то есть, в этом моменте решался вообще вопрос существовать ли Олимпиады, продолжать ли ее, потому что это было, это было, по-моему, 7 сентября. Самонападение 5-го? Ну да, 5-го, а потом был огромнейший митинг, где, в общем-то, все команды были и показывали этот митинг, все плакали. Но вам было страшно тогда на Олимпиаде? Вообще, вы знали, что происходит? Ну, не совсем страшно, не совсем страшно, как-то было больно, и, естественно, желание, что, в общем-то, продолжать Олимпиаду, оно было на первом месте. Но мы недостаточно владели полностью всей информацией, потому что только попозже все это узнали. И вот, что самое главное, то, что продлили Олимпийские игры. И мы играли, и мы уже тогда играли финальный матч. Вот тут много споров по этому поводу, и наши эксперты говорят, что, может быть, и не стоило продолжать Олимпиаду, что якобы продолжили ее, потому что не хотели терять деньги германские власти. Вот вы как думаете, что все-таки надо было продолжать, да? Все хотели продолжать Олимпиаду, и все, что значит терять деньги? Это Олимпийские игры, это игры мира всего. И как это прекратить Олимпийские игры? И правильно было решение, что продлить. И продлить, поэтому, в общем-то, продлили. Ну, о чем, я не думаю, чтобы кто-то был, чтобы прекратить Олимпийские игры. Тогда не было таких, в общем-то, отношений, вот всего этого. Но вернемся все-таки к спортивным достижениям. Далеко не только в баскетболе мы превзошли все ожидания, а вообще завоевали огромное количество золотых наград. Вот какие еще у нас были достижения? С Андреем Кудряшовым, нашим спортивным обозревателем, об этом говорим. Андрей, мы выступили на той Олимпиаде в Мюнхене 1972 года, просто блестящее. 50 золотых медалей. Для сравнения, у наших ближайших соперников в США 33. Ничего себе, обогнали в два раза почти. Действительно, мы сейчас можем только мечтать, что мы когда-то, 1972 год, то есть это было 50 лет назад. Мы отмечаем как раз полвековой юбилей. Тогда у нас была мощнейшая команда и действительно обогнать американцев. Противостояние было СССР и США, причем во всех абсолютно жизненных позициях. И тем более в спорте это выливалось в мощнейшее противостояние. И тогда, в 1972 году, мы сумели показать такие результаты, показать их в таких дисциплинах, о чем мы сейчас можем только вот просто открыв рот и смотреть на тех спортсменов, как на небожителей спорта, потому что на небожителей вот этого спортивного Олимпа, потому что достичь того, что демонстрировали наши ребята, понятно, была совершенно другая обстановка, было совершенно другое время, у ребят совершенно другая подготовка была, потому что они не вылезали вообще со сборов. То есть, ты жил одной мечтой поехать и всех разорвать. Ты сидел годами на этих сборах и там любая малейшая травма тебя выкидывала и там за тобой еще было пять человек, которые тоже были готовы. Ярчайший пример Ольга Корбут, знаменитая советская девочка из Гродно, которая влюбила себя абсолютно всех, она же проиграла в главный турнир свой на Олимпиаде, выиграла другая спортсменка, но вот Ольгу Корбут именно все запомнили, потому что она, во-первых, была вот этой маленькой девчушкой, которая продемонстрировала знаменитую петлю Корбут, тот элемент спортивной гимнастики, который сейчас запрещен, потому что он считается очень травматичным, потому что на разных высоких брусьях она вставала на верхнюю часть брусьев, ногами, делала сальто назад, хватала за эти брусья и перескакивала на нижние брусья, да, и сейчас, конечно, это просто запрещено делать, но тогда это было можно, и Людмила Турищева стала абсолютной чемпионкой, она выиграла вот эти самые главные гимнастики all around, так называемые на английском, да, ну, абсолютное первенство, вот тогда она сумела на любимых брусьях она ошибалась, совершила ошибку, и тогда вот она после этой ошибки расплакалась, и эти кадры обошли абсолютно весь мир, ее тогда все запомнили, да, вот эта плачущая девочка, и есть такая байка, когда она там не в себе очень грустная пришла к себе в номер в олимпийскую деревню, открыла дверь, а там в ее комнате просто огромное количество подарков, комната была абсолютно заставлена, там, не знаю, там, мишками, шоколадками, ну, что там, ну, что там на олимпиаде могут нести, и там, цветы, письма от поклонников, и в итоге ей даже приходилось, знаете, прятаться от внимания, давайте вспомним, например, Валерия Борзова, который выступал в гладком беге, в спринтерском, и на дистанции 100 и 200 метров, вы только сейчас представьте, он обыграл американцев, то есть, он был быстрее американцев, таких историй, вагон на каждой олимпиаде, и понятно, что это, это был, может быть, такой всплеск, может быть, высшая точка, да, спорта, высших достижений СССР, понятно, что еще дальше была олимпиада 76-го года, знаменитая московская олимпиада, но дальше уже, знаете, сами знаете, были политические скандалы, в Москву не приехали, затем мы не поехали в Лос-Анджелес 84-го года, то есть, 70-е годы оказались такой высшей вот точкой, наверное, все-таки развития нашего спорта, именно когда мы в самый нужный момент показали такие феноменальные результаты, потому что 80-е годы уже как бы на спад все шло, да, уже меньше, ну, так все-таки нельзя говорить, потому что еще Сеульская была олимпиада, где мы тоже выиграли золото и подтвердили в реноме не самых последних парней на планете Земля, ну, а потом было окончание Советского Союза и дальше уже, знаете, все стало... Что было в последние годы мы тоже помним. Все стало, да, намного грустнее и сейчас вот мы пришли, наверное, к тому витку истории, когда стало совсем все грустно, эти многочисленные допинговые скандалы, эти дисклификации, это борьба за попадание на Олимпиаду, тут унизительные отборы, которые устраивает та или иная федерация. Это было на нервах и сейчас, ну, сейчас уже, наверное, нервов нет, да и Олимпиада, наверное. Будем надеяться, что Олимпиада все-таки будет для нас. Нет, сама по себе эта Олимпиада, конечно, никуда не денется, но вот то, что касается попадания туда, это не секрет, и даже многие официальные наши лица говорят о том, что с очень большой долей вероятности, к сожалению, российские спортсмены в Париж в 2024 году могут, давайте скажем так, немножко обтекаемо, могут не попасть, но пока Томас Бах, глава Международного Олимпийского комитета не изменит свою риторику, ну, ничего не будет, потому что все прислушиваются к нему, и, как мы видим, там, любые заседания в спортивном арбитраже, они заканчиваются не в нашу пользу, и даже если какие-то отдельные федерации принимают какие-то решения, которые идут в разрез, вот с линии МОК, потом на них выливается какой-то совершенно ушат нечистот, там, половина спортсменов отказывается просто-напросто приезжать на эти турниры по различным причинам, да, из-за участия наших спортсменов, ну, в общем, так, если посмотреть в будущее, нам, конечно, предстоит прожить не один тяжелый год, да, чтобы вернуться в каком-то нормальном статусе на международную спортивную олену, к сожалению, я очень надеюсь, что это будет по-другому, но пока, вот по состоянию на сегодняшний день это выглядит именно так, и сейчас вот в такой юбилей, 50-летний юбилей Мюнхенской Олимпиады, мы вот вынуждены говорить о прошлом, о нашем великом спортивном прошлом. Ну и надеяться на будущее. Да. Что ж, спасибо большое всем участникам этой программы, мы вспоминали Олимпиаду в Мюнхене 72-го года вместе с нашим спортивным обозревателем Андреем Кудряшовым, президентом российского движения Fairplay Николаем Долгополовым, он же спортивный журналист, историк спорта, историк спецслужб, И огромное вам спасибо отдельное советский баскетболист, заслуженный мастер спорта СССР, кавалер ордена знак почёта Иван Едышко. Ну что, я тогда могу пожелать только движения вверх. Продолжение следует...